Екатерина спрашивает нас, а как действовать, если уже не знаешь, что хочешь делать? Ну вот, собственно, для этого я что, зря этот челлендж придумал про ревизию жизни? Я поэтому про это и думал, понимаете? Я в свое время написал эту книжку «Складка времени». Написал, тогда еще казалось, что я бред какой-то пишу. Ну, я люблю начать чуть раньше, так сказать, голосить о тревогах и рисках. Да, я писал про «Складку времени». Я писал, что мы утратили идентичность, то есть у нас нет ощущения того, кто я. То есть раньше можно было четко ощущать, кто ты, и это давало тебе приобщенность к какой-то группе людей. Ну, то есть я говорил, я психиатр. И вот мы стояли такой толпой гордых психиатров, обладающих сакральным знанием. Да, теперь каждый справочник откроет в интернете, и все ему там понятно. И нету больше психиатров, все сами психиатры, непонятно, где здоровый, где больной. Кто первый халат надел. Это тоже главное, у кого ключ. Это наша старая психиатрическая шутка. Ну, в общем, да, утрата идентичности, нехватка нехватки. Поскольку базовые потребности в целом удовлетворены, нет ощущения голода, который бы тебя куда-то толкал вперед. Это все критерии складки времени, которые Андрей Леонидович зафиксировал в книге, которая называется «Складка времени. Сущности критерий». Да, да, вот. И третье – это фальсификация мышления. Это когда мы начинаем думать очень поверхностно, просто потому что очень много информации, и нам как бы не схватить ее глубоко. То есть мы… Раньше был ковш такой, ты сидишь такой, видишь, и у тебя такой вот… А сейчас ты такой на этой, на газонокосилке, это все вот это ковно разлетается, вроде ты в деле, а что из этого, понимаете, корова пришла языком слезала. Вот. Да, поэтому, значит, я придумал этот челлендж, у меня идеи, ты процитировал Рузвельта, там уже сейчас я так понял, что мне начинают приписывать цитату. Это зря, вот, это Рузвельт, вот. Но одно дело, понимаешь, знать выражение, делать, что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть, очень красиво звучит вообще, да, и очень по существу. Но другое дело разобраться в чем, где ты есть, кто ты есть, с чем ты имеешь дело. Что ты можешь. Да, это вопрос ревизии, да, существующего у тебя возможностей, вот. На самом деле наши ресурсы огромные, это особенность восприятия нашего, все, к чему мы привыкаем и перестаем слышать. Ну, то есть, если вы, например, у вас шум за окном, вот, и он постоянный, вы перестаете его слышать, да, у вас идет адаптация, вот. Даже, я не знаю, на шумную какую-то вечеринку приходите, там шум, начинаешь разговаривать с человеком и перестаешь слышать этот гвалт, да, вот. Вот. Наш мозг умеет, как бы, прятать то, что ему понятно. Ну, понятно, но шумят. Ну, как, ездят машины, что на это реагировать? Вот. И ты вообще, у тебя из мира выпали машины, а они есть в нем. Вся эта шумная толпа выпала из твоего мира, а она есть в нем. А может быть, в этом, в том, что ты привык научился игнорировать, у тебя и есть, собственно, скрытый ресурс. Тебе кажется, что ты, вот, как бы, сделал все, что мог, на самом деле ты просто сделал ни машин, не было ни людей. И что-то сделал тут, поковырялся в песочнице. Вот. И ревизия – это как раз возможность придать фактическое наполнение, индивидуальное для каждого человека, того, из чего его жизнь, где он есть, что он имеет и что он может с этим делать. Вот. Поэтому Рузвельт был таким… Я даже не думал, что так… Ну, черт, я никогда не понимаю, что людям нужно. Вот. Я что-то сделаю, думаю, нужно одно, а вдруг, оказывается, нужно другое. Вот. Вот выяснилось, что вот, что вот эта расшифровка, внутреннее понимание для меня – где я, с чем я, что я могу. Вот. И это и есть сейчас самое главное. Потому что тогда начинаешь понимать, вот, идентичность свою, начинаешь хотеть, потому что у тебя дефицит появляется, ты видишь, где есть возможность в исполнении его. Вот. И мышление становится глубже, потому что я, как бы, не игнорирую ничего, я смотрю все в системе, в объеме, в целостности. Вот. Поэтому как раз челлендж ревизии жизни, он эту задачу, ну, на мой взгляд, решает, потому что все отклики, они меня, конечно, радуют невероятно. Я говорю, что у меня самая счастливая профессия, потому что можно получить обратную связь от людей, когда ты что-то чему-то помог человеку, и он тебе говорит обратно, что он-то сделал. А с точки зрения всех исследований, вот, блин, твоё качество увлеченности, вовлеченности, у меня всё время говорят, что ты такой работаешь, уже прекрати. А у меня же там люди ждут, я им сделаю, они, скажем, будут счастливы, мне счастье передастся, я, как бы, и я, вроде бы, уже сам уже язык на плечо. Но я, так сказать, почему? Потому что есть этот отклик. Это третий аспект того, что вы живёте сегодня, потому что дело, которым вы занимаетесь, приносит вам ощущение удовлетворения, вы чувствуете, что вы реализуете себя в нём. Да. И даже вот когда, если... Это очень важно вообще, вот, означает, что то, что вы делаете, оно имеет отклик. Вот, вот, всегда. Это... Почему? Потому что мы же утомляемся, мы устаем. Вот то, что вот эти вопросы, они же про внутреннюю усталость. Я всего достиг, я не знаю, куда едет. Это всё про, как бы, вот, какая-то немощь, понимаете? И это неизбежно. Но когда ты знаешь, что ты, как бы, ещё чуть-чуть делаешь, и там, как бы, это где-то отражается позитивным результатом, это же тебе начинает возвращаться. Представляешь, вот, сыграть симфонию какую-нибудь, девятую, вот, в зале. Вот, в пустом зале играть симфонию. Вот, ну, просто, вы думаете, вы играете девятую симфонию, в пустом зале. Чувствуешь себя придурком. И всё, такой, сидят в кресло. И оно не отзывается. И вот этот вот отклик, он очень чрезвычайно важен. Вот, поэтому, это часть, кстати, вот этого ответа на вопрос. Ну, и с точки зрения ощущения жизни, потому что, если вы в депрессии, вы кругом шлёте всем депрессию вокруг. Если вы научились справляться с этим, вы улыбаетесь, вам улыбается. Вот как есть положительная обратная связь. Вот, если у вас есть другой человек, который, не который вас пришёл спасать, и, значит, из вашего, значит, вашей, вот, выбирать. А он пришёл, и вы пришли к нему, и вы ему. А он такой, вау, он был депрессивный, остался вещей, вышел, как всё, вау, положительная обратная связь. Вот, и сделаем опять. То есть, что ты сделал, в реальности что-то поменялось, и ты чувствуешь, а это Пушкин, а это сукин сын. Ну, как бы, ещё не до конца Пушкин, но уже сукин сын ничего. Вот оно как. На самом деле, потрясающая штука челлендж «Ревизия жизни», поскольку она даёт людям возможность в сплошном потоке, в котором они всё время находятся, в потоке дел, в потоке сознания, когда каждый из нас всё время перескакивает с одной мысли на другую. Мы что-то встревожились из-за чего-то, поняли, что нам страшно, отвлеклись на что-то, с кем-то поссорились, поругались, с кем-то помирились. То есть, у нас постоянно происходит такая круговерть. Тут как раз идея недели. То есть, небольшой шаг ты берёшь, и как бы, вот, ну, как бы, это вот, когда, знаешь, с парашютом там прыгает, вот просто один раз прыгнешь, и как бы, и всё, и летишь. Ну, недолго, неделю. Вот. И, собственно говоря, просто на самом деле вынимаешь из себя себя самого и видишь себя как то, с чем можно что-то делать. Слепота к самому себе утрачивается. Слепота к самому себе утрачивается.